Лучшие школы в Англии. Можете ли вы их сами сходу перечислить? Итан колледж, в котором учились чуть ли не все премьер-министры Великобритании? Или Вестминстер, который соседствует со зданием парламента и Биг Беном? А может лидеры рейтингов, как Cardiff Sixform College или Concord? Нет и еще раз нет. Британское образование глубже, чем его преподносят СМИ или общеизвестные стереотипы. Школы-интернаты в Англии ушли дальше того самого исконно британского джентльменского воспитания. И уж точно стоят выше полусубъективных рейтингов, где стоят далеко не все топовые школы Британии. Сегодня мы поговорим о действительно лучших школах-пансионах Британии. Конечно, в каком-то плане это тоже субъективный рейтинг, но эти школы не только позволяют учиться на территории кампуса семь дней в неделю. Помимо этого они занимаются полноценным воспитанием детей, формируют их ценности, помогают заводить дружбу и деловые связи, всесторонне развиваться, выбрать профессию, университет и просто научиться жить в духе современности. Заинтригованы? Тогда знакомимся. Тонтон Скулл – одна из самых уважаемых школ-интернатов в Англии. Эта средняя по размерам школа-пансион около тысячи детей очень наглядно демонстрирует современный подход британской системы образования к воспитанию детей. Посмотрите на роскошный готический особняк, который является главным зданием Тонтон Скулл. Выстриженный ярко-зеленый газон и невероятный английский пейзаж, обрамляющий это учреждение. Дюжина ультрасовременных спортивных площадок, на которые потрачены огромные деньги. И вы поймете, что обучение в пансионе – это не только учеба, но и настоящая жизнь. Опыт Тонтон Скулл в воспитании детей безупречен. Детей принимают в школу с яслей. Для проживания предлагается шесть уютных резиденций. Прием в эту школу-интернат Англии проводится не только по академическим успехам, но и просто по желанию учиться и развиваться. И в довесах, кроме основной школы, есть отдельное подразделение для иностранных студентов – Тонтон Скулл Интернешнл. Между прочим, у вас есть возможность узнать об этих частных школах Англии гораздо больше. Специалист компании «Марьяди» в области зарубежного образования Адиль Ермеков рассказывает об особенностях обучения в Тонтон Школах в своем видеообзоре. Также есть целая серия других видеовыпусков по этим замечательным школам-интернатам. Экскурсии по кампусам, знакомства с учениками, интервью с директорами и многое другое. Ссылки на эти выпуски оставим в описании под этим видео. Там же оставим подсказки того, как можно связаться с нами, чтобы получить свою бесплатную консультацию и помощь с поступлением. Перейдем к следующему участнику нашего рейтинга – Веллингтон Скул. Школа-пансион в Англии, названная в честь знаменитого герцога Веллингтона, победившего Наполеона при Ватерлоо, просто обязана была оправдать свое название и гер. И действительно, Веллингтон Скул просто удивительная школа. Обучаться с проживанием в школе Веллингтон значит пользоваться невероятной материальной базой. Спортивный комплекс «Принцесс Роял», который был построен специально для одной из лучших школ в Англии, обошелся в 2,5 миллиона фунтов стерлингов. А еще здесь насчитывается целых 15 домов для проживания. Кроме того, Веллингтон Скул – одна из первых школ, где начали вводить личное воспитание как школьный предмет, а уровень внимания к нуждам учеников так высок, что школа-интернат Англии сама выдает им устройство рукописного ввода от Microsoft, просто чтобы им было удобнее учиться. Кстати, подобная практика встречается не только в Веллингтон Скул. Некоторые школы-пансионы выдают своим ученикам и планшеты, и ноутбуки. Если хотите узнать об этом больше, напишите в комментариях. Обязательно сниму видео о цифровизации в британских школах. А пока к следующей школе – Аппинхэм Скул. Аппинхэм Скул находится в одноименном небольшом городке, где живет всего 4700 человек. И этот тихий, уютный дух в какой-то мере отразился на внешнем виде этой школы. Вот только ее размах значительно масштабнее антуража. Одна из ключевых причин, почему Аппинхэм Скул находится в нашем списке, это то, что на обучении в пансионе здесь находится почти 99% мальчиков и девочек. Это значит, что эта школа-интернат почти на все 100. Аппинхэм Скул может похвастаться просто нереальной инфраструктурой. Здесь насчитывается 39 теннисных кортов, 3 музыкальные школы и 15 резиденций для проживания. И вообще в этой частной школе Англии учились такие знаменитые выпускники, как Стивен Фрай, Роуэн Аткинсон, Стив Райли, Доминик Китинг. То есть здесь вообще не может быть никаких вопросов. Ах да, социальное равенство учащихся, помощь с трудностями обучения, собственные апартаменты, усиление роли пансиона при обучении с проживанием в школе, все это получило особое развитие именно здесь, в Аппинхэм Скул. То есть ее можно считать прародительницей многих черт современного британского образования. Так-то. Двигаемся дальше. Еще две школы. Роял Рассел Скул. В отличие от предыдущих школ с проживанием, Роял Рассел Скул отличается более скромными размерами. 570 студентов, среди которых только четверть на полном пансионе. Но именно это и делает обучение в пансионе здесь особенным. Эта уютная семейная школа-интернат Англии в пригороде Лондона находится всего в 20 минутах от аэропорта Гатвик. Прямо через дорогу станция метро. Резиденций здесь всего лишь три. И в то же время в распоряжении учеников 100 акров земли. Роял Рассел Скул – это школа умеренного благородства. Большинство номеров здесь двухместные, но присутствуют и одноместные апартаменты. Частная школа Англии принимает к себе на обучение всех желающих, несмотря на свою приставку Роял. Кстати, школа называется Королевской неспроста. Сама Елизавета Вторая является паттерном школы. Жизнь в Роял Рассел Скул очень семейная и лишенная глянца, но за год здесь проводится по крайней мере три балла для студентов. Кстати говоря, на авторском канале директора нашей компании Марьяди есть подробные видео обзоры, экскурсии 360 градусов по кампусам, интервью со студентами и директорами всех перечисленных в этом видео школ. Ссылки на некоторые выпуски мы оставим в описании, а остальные отправим по запросу после вашей бесплатной консультации. А у нас осталась последняя школа – Бромсграфт Скул. Одна из лучших школ Англии и основатель известной конференции директоров и директрис HMC Бромсграфт Скул существует уже более 500 лет. С одной стороны, она очень похожа на предыдущие учреждения. Здесь учатся тысячи человек, территория включает в себя 100 акров, для проживания предлагается более 10 резиденций. Но, во-первых, Бромсграфт Скул – это школа совсем недалеко от родины Шекспира. Во-вторых, для строительства технологичной библиотеки британская школа выделила 2,5 миллиона фунтов стерлинга. А в-третьих, во время последней модернизации кампус получил сразу 18 новых лабораторий. Материальная база – главное преимущество обучения с проживанием в этой школе-интернате. В то же время, стоит ли говорить, что условия проживания в Бромсграфт Скул просто потрясающие? Треть учеников этой школы с проживанием располагаются в личных комнатах. По приезду в частную школу Англии студенты сразу становятся на учет в частную клинику. А за порядком и благополучием ребят и девушек отвечает сразу шесть видов персонала. Все включено. Конечно, словами сложно передать то, насколько какая-либо школа-пансион Англии внимательно и заботливо оберегает благополучие своих детей. Для этого будет мало и видеоэкскурсий, и даже личного посещения. Ведь ничто не сравнится с личным пребыванием в кампусе. Насыщенными и полезными буднями. И, конечно, веселыми и запоминающимися выходными в школах-пансионах Англии. Именно поэтому в нашей компании Морьяди есть целая команда так называемых младших консультантов – учеников самых разных школ и колледжей Англии, которые делятся своим опытом с нашими клиентами. В этом видео мы постарались выделить пять самых организованных частных школ Англии. Но на самом деле таких можно набрать из десяток, из полсотни. А ведь кроме этого есть прогрессивные колледжи шестой формы, международные школы, традиционные пансионы. Именно поэтому наша рубрика будет только пополняться новыми видео, чтобы вы знали, насколько разными могут быть частные школы Англии. И, кстати, вы вполне можете заказать тему для следующего видео в комментариях. А пока я с вами прощаюсь. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и до новых встреч!